всем добрый день всем привет из подмосковья сегодня буду делать небольшой органайзер для девочки подростка хотела вам перед этим показать какие органайзеры у меня находится сейчас дома который я сделала сама своими руками вот этот органайзер был сделан давным-давно применялась здесь для подставки ламинатная такая доска оставшиеся после ремонта но также вот обычные консервные баночки которые я украсила декупажем из салфетки есть такая техника декупаж салфеткой салфеточка применялась не декупажная обыкновенная хозяйственная салфеточка который продается в любом нашем хозяйственном магазине ну и второй вот такой органайзер который вы видите замечательная моя джутовая нить обожаю ее здесь подставочка сделана из двойного картона все очень просто украшена вот так небольшими цветочками кружевом и в общем-то находится сейчас у меня в доме ну вот сейчас немножко вам покажу как я буду это делать время ваши особо занимать не буду в основном буду говорить что и куда как я буду применять и немного показывать кто хочет оставайтесь посмотрите может кому-то это видео будет полезным вот такие баночки я буду применять для своего органайзера три банки большие и одна маленькая для мелочей для стерок для скрепочек для всего такой мелочи ну что я хотела сделать в первую очередь обязательно надо баночки обезжирить помыть обезжирить каким-то спиртосодержащим жидкостью какой-то и в первую очередь что я сделаю вот здесь посмотрите у нас же есть выемка да чтобы она хорошо приклеивалась эта баночка поверхности подставки обязательно нужно сделать какую-то вот сюда под ложечку я сделала из картона вырезала все кружки под каждую баночку и сейчас все это буду приклеивать затем буду делать для того чтобы внутри баночки у нас было красиво то есть она не была вот такой вот железной внизу буду принимать применять подложку обыкновенная подложка такая тоже вот она продает строительных материалов очень дешевая будем делать внутри вот такую подложку следующий этап у меня будет я буду покрывать вот эти банки акриловой белой краской чтобы потом наложить нашу докупажную салфеточку это дело не быстрое баночка должна просохнуть краска должна просохнуть и наносится двойной слой для того чтобы не просвечивали никакие картиночки у нас потом на салфетках вот сейчас этим займусь потом покажу что у меня получилось вот такие баночки у меня получились все покрашены сделан двойной слой акриловой краски также вот такую досочку я покрасила двойным слоем акриловой краски это ламинат отрезочек небольшой 17 на 19 как раз 4 стаканчика здесь умещаются ну что я хочу показать вам баночки декупаж банок я показывать не буду покажу сам принцип самого декупажа я уже это показывала кому интересно посмотрите у меня есть декупаж бутылки с салфетками посмотрите видео оставлю в конце и сейчас покажу как это все делается но в первую очередь возьмем салфетку салфетку хочу вам показать обязательно они идут двойные с двойной слой тройной слой салфеточки бывает обязательно надо отделить все слоя от основного верхнего слоя и оставить только вот один единственный верхний слой то есть вот так разделяем ее эту салфеточку убираем ненужную вот эту подкладочку белую а то что вот с рисунком мы оставляем вот такая салфеточка вот такой декупаж я буду делать на своем изделии сейчас покажу я уже вырезала по размеру доски вот эту салфеточку буду накладывать сюда промазывать салфетку обычным клеем пва и накладывать сюда как же накладывается и как же делается декупаж сейчас я вам покажу берется вот такой файлик чистый конечно обязательно чтобы был без всяких погрешностей без всяких пузырьков значит вот берется салфеточка и внешней стороной накладывается на файлик на файл на роже наложили значит вырезали немножко запаса вот этой доски чтобы обогнуть вот сюда загнулись нашего и вот эти вот наши салфеточки все это обогнем немножечко прям чуть-чуть на 0 5 сантиметра побольше вырезать салфетку чем наши вот эта поверхность и начинаем накладывать клей пва на эту салфетку аккуратненько не торопясь мягкой кисточкой потому что салфеточки очень 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 наши такие видите вот уже раз и склеиваются очень-очень такие нежные чуть-чуть понемножечку вот так накладываем клей на нашу салфетку аккурат я сейчас вам покажу вот это произведение как делается баночки я уже не буду задерживать ваше время я сделаю и покажу как они получатся у нас в настоящем таком виде ну и декор потом останется сделать декор вот так промазываем декор можно сделать разный подобрать все что у нас есть в доме и бусины и стразы и всякие ленты атласные можно использовать можно использовать кружева так аккуратно 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 промазываем клеем в один слойчик не торопясь обязательно нужно приготовить сразу для себя когда будем накладывать сейчас салфеточку это обязательно нужно какой-то такой знаете как поскребок такой или вот я беру знаете какую-нибудь старую ненужную карту такую на общем плотную такую вот вот такую плотненькую такую штучку чтобы хорошо нам выгонять воздух с этой салфетки но вот я промазала ее сейчас она пропитается хорошо хорошо берем нашу досочку подставочку и вот этой стороной за изнаночной где мы промазали нужно наложить на нашу поверхность на рабочую тоже очень аккуратно посмотреть где у нас будут вот эти рисунки правильно расположены и вот так потихонечку потихонечку выгнать воздух начиная с серединки выгнать воздух с нашей салфеточки аккуратно не торопясь очень аккуратно где-то что-то можно надо можно будет поправить потом когда мы снимем файлик но лучше сделать вот это дело когда еще файл лежит на месте потому что очень сложно будет потом убрать складки вот так же буду делать и баночки баночки тоже поверхность такая должна быть гладко гладкая краска наша должна лежать хорошо без крупиночек без всяких и силу чтобы у нас все получилось красиво ну а теперь нужно поднять файл сейчас осторожненько будем поднимать файл отделять нашу салфеточку от файла вот так приподнимаем не торопясь все везде проверяем чтобы у нас нигде ничего не отошло вот приклеилась очень хорошо и ровненько смотрите как хорошо получилось сейчас я вам чуть-чуть приподниму она конечно очень влажная и очень мокрая сейчас немножко она подсохнет и будет очень хорошо выглядеть ну вот эти краешки я сейчас тоже все закрою здесь у нас будет еще декор проходить по бокам с четырех сторон но пока вот приклею тоже также туда чтобы она не обрывалась чтобы уходили краешки все туда вовнутрь вовнутрь окантовочки ну вот так будем ждать пока она подсохнет сделаю остальные баночки остальное я все уже приготовила для банок вырезала также по диаметру измерила каждую баночку измерила размер длину вот для самой маленькой баночки и также сделаю вот такой же докупаж салфетками на эти баночки вот стаканчики мои почти уже готовы немножко не просохли вот этот большой стаканчик я уже задекорировала такие яркие акценты не хотела делать решила сделать кружево белое хлопчатобумажное и поверху сделать вот такой хлопчатобумажный шнур для того чтобы закрыть вот это вот горлышко у этого стакана здесь сейчас подсохнет салфетка мокрую салфетку резать нельзя она вся порвется жду пока подсохнет и в сухом виде сделать ровненький срез по горлышку этого стакана и также задекорировать стаканчик вот такими кружевами и вот таким хлопчатобумажным шнуром но в последующем приклею на досочку свои вот эти стаканчики покажу какую изделию не получилось ну вот так теперь выглядит органайзер у меня в готовом виде хотела вам сказать после того как наклеила салфеточку на наше изделие после первой сушки обязательно нужно нанести слой клея на поверхность этой салфетки еще раз и потом приступать в декору решила добавить небольшие красные бусины в середку цветов и вот получилась вот такая у меня поделка думаю что ребенку понравится оценивайте вы тоже пишите комментарии попробуйте сделать сами не обязательно декупаж можно оформить любым декором баночки такие и у вас всегда будет красиво не только органайзер можно сделать также оформляются баночки для кухни для дачи специальный какой-нибудь вот декор такой который будет у вас сочетаться с вашими кухонными принадлежностями и так далее ну всем спасибо за просмотр всего хорошего всем до новых встреч